Приветствую всех на своем канале и сегодня мы познакомимся с перспективой на примере рисунка куба. Я покажу как убедительно нарисовать куб повернутый на любой угол даже без референса, просто опираясь на знание о перспективе. Думаю каждому знакома такая система, где все параллельные линии сходятся в точку, изобрели ее еще в эпоху возрождения в попытках обоснованно описать проекцию трехмерного пространства на плоскость картины. Однако и такая система является не безошибочной, подробнее об этом можете почитать в следующей книге. Ссылку я оставлю в описании. Опираясь на данную систему построить куб довольно легко, но лишь на первый взгляд. Есть линия горизонта, две точки схода, вот так все соединяем и получается куб. Но тут-то и возникает вопрос, а как задать эти точки схода? Ведь чаще всего они вообще выходят за рамки картинного пространства. И как тогда быть? А как регулировать угол поворота куба? Где гарантия, что этот угол соответствует 90 градусов перспективе? В данном видео я постараюсь дать ответы на все эти вопросы. Для этого давайте пошагово нарисуем куб с ракурса в три четверти, то есть повернутым на 45 градусов. Первое с чего мы начнем, это наметим вертикаль, разделяющую наш лист пополам. Для этого я обычно использую второй такой же лист, согнутый напополам. Прислоняю его точно к краю и аккуратно провожу нужную вертикаль. Карандаш использую механически с диаметром крифеля 0,3 мм, чтобы сильно не нагромождать рисунок. Вот так. И теперь у нас есть вспомогательная вертикаль. Дальше определимся с линией горизонта. Я буду пользоваться линейкой, так как в этом видео постараюсь математически показать, от чего зависят все или иные перспективные искажения, и какие они количественны. Так зададим линию горизонта, например, 8 см от верхнего края листа. Вот так. Ровную линию провожу точно так же с помощью второго листа. Чтобы избежать неточности, отмечу еще с двух сторон по 8 см от верхнего края. Конечно, в повседневном рисунке так пристально отмерять нет необходимости, так как нужно развивать свой глазомер. Но для понимания природы перспективных искажений стоит один раз выстроить все точно, и потом лишь повторять проделанные действия на глаз. Вот мы имеем линию горизонта. А здесь, в месте пересечения линии горизонта с центральной вертикалью, мы имеем точку. Назовем ее точкой схода перспективы. Теперь снизу я отмечу точку, нижнюю границу куба. Отмерю ее, например, так же 8 см. Теперь через эту точку проведем горизонталь. Я использую листок, так как с помощью него можно точно отмерить угол 90 градусов в одну и в другую сторону. Теперь зададим горизонтальное ребро куба. Пусть оно будет 10 см для упрощения расчетов. Вот так пунктирной линии покажем ребро куба. И напишем А равно 10 см. Итак, теперь нужно задать вертикальное ребро. Казалось бы, просто отмерить эти же 10 см и отложить их вверх. Но не тут-то было, и сейчас объясню почему. Дело в том, что мы смотрим на куб чуть сверху, то есть имеется некий угол, на который мы опускаем взгляд, чтобы увидеть куб. Вот нагляднее, имеется плоскость, на которой стоит куб. Вот наш уровень взгляда. Проведем еще одну линию параллельной плоскости основания. Это уровень горизонта. Теперь нарисуем 2 см куб, например. Это ведь сбоку на то, как мы смотрим на куб. Если исходное ребро куба у нас 10 см, вот это А равно 10 см. И если мы на листе изобразим эти же 10 см, то на самом деле мы нарисуем вот эту линию, которая параллельна плоскости нашего взгляда. То есть вот она плоскость нашего взгляда, и мы вот так проецируем ее на куб. Таким образом, если мы отмерим берг те же 10 см, что и в горизонтале, то на самом деле наш куб превратится вот в такую трапецию. И выглядеть это будет неестественно. Для большей убедительности покажу фотографию вот этой схемы. Вот мы видим плоскость телефона, она же плоскость взгляда. Вот мы видим наш листок, и вот мы видим куб. И как видно, проекция вертикального ребра куба на листок, она как раз таки такая же, как я изобразил на схеме. Так, чтобы добиться реалистичности, мы должны учитывать при рисунке вот этот самый угол альфа, назовем его так. Для этого нарисуем проекцию неправильного ребра на плоскость нашего взгляда. Это соответственно 10 см по вертикали на нашем листе. А чтобы нарисовать истинное ребро куба, то расстояние по вертикали будет соответствовать вот этой проекции. И разность, которую мы получили, назовем ее дельта, она и добавит убедительности в то, что куб стоит вертикально на поверхности, а не в той же плоскости, в которой мы смотрим. Либо вот на фотографии в плоскости телефона. Это существенно важный момент для правдоподобного рисунка. Вот наглядно. Сейчас этот листик плоскости нашего взгляда, и размер его ребра соответствует реальному. А теперь повернем его под углом 90 градусов к поверхности, на которой он стоит, и размер вертикального ребра стал меньше. Теперь меньше-то меньше, это мы поняли. Но как найти насколько меньше? Численно-то чему равна вот эта дельта? Давайте разберемся. Несем немного дополнительных построений. Продолжим нижнюю линию перпендикулярной плоскости взгляда и найдем вот этот угол между истинным ребром куба и проложенной линией. Для этого нарисуем вот этот фрагмент отдельно. Отметим вертикальное неправильное ребро куба. Размер зададим 3 см в нашем масштабе. Но истинное ребро же тоже 10 см, то есть если его повращать, то получится окружность с радиусом а. В нашем масштабе а равно 3, поэтому отмеряем здесь 3 см и здесь 3 см. И где-нибудь здесь тоже 3 см. И вот здесь. И проведем через намеченные точки окружность. Кривовато, конечно, но для понимания сойдет. И наш искомый угол альфа, он примерно таков, в этой точке. Определим нашу плоскость взгляда. Она параллельно неправильному ребру куба. Вот, то есть тут и тут это одна и та же плоскость. И вот разность между этими проекциями это не что иное, как наша дельта. Теперь займемся углом альфа. Его же можно представить в виде угла бета. Это угол в 90 градусов, то есть вот этот весь большой угол бета это 90 градусов плюс угол альфа. А проекция радиуса на ось Y, ведь наша плоскость зрения параллельно оси Y, рассчитывается как синус угла от направления оси X против часовой стрелки. Синус бета равен синус 90 плюс альфа. По формулам приведения это косинус альфа. Кратко, кстати, напомню, что такое синус. Изобразим окружность. Ось Y, ось X. И теперь представим, что мы будем двигаться по окружности, а на оси X показывать проекцию нашей точки на окружности. То есть если мы соединим два карандаша, то эта линия должна быть перпендикулярна к оси Y. И теперь продвигаемся по окружности и видим, как проекция сначала растет, достигает максимума, а затем снова уменьшается. То есть проекция двигается вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз. А теперь если мы развернем по времени это движение, получится некая такая гармоническая функция. Это и есть синус. То есть численно эта проекция зависит от угла, на который повернут радиус. В нашем случае вот эта проекция, а штрих, равна искомый радиус A умноженный на синус бета, либо A умноженное на косинус альфа. Теперь задача. А как найти этот синус бета либо косинус альфа? Я подумал и пришел к такому варианту решения. Начертим горизонтальную линию. На ней изобразим точку взгляда. И теперь я взял такой квадратик и представим, что его левое ребро это плоскость нашего листа. И сам лист уходит туда вглубь. Если бы мы смотрели ровно на лист, не наклоняя голову, то линия горизонта была бы посередине. Я рисую на формате А3, по вертикали он равен 29,7, то середина была бы на 14,35 от одного из краев листа. Вот наглядно сейчас покажу. Если камера стоит ровно, то линия горизонта у нас ровно посередине кадра. Но если мы камеру наклоним на некий угол, то линия горизонта сместится от центра на некое расстояние. В нашем случае, так как мы смотрим под углом, то линия горизонта сместилась, и у нас она на расстоянии 8 см от верхнего края. Если перенести в масштабе на этот квадратик, сам он 5 см, то 8,27 равно, я посчитал, 1,35 к 5. И вот это линия 1,35 от верхнего края. И таким образом нам надо повернуть наш лист, чтобы вот эта засечка совпала с линией горизонта, которую мы нарисовали на листе. Вот так повернули и получили некий уголочек. Сделаем здесь засечку. Теперь наметим вот такой треугольник. Здесь сделаем угол 90 градусов для упрощения расчета. И вот наш искомый угол альфа. Тот же самый, что и здесь. Если мы сместим плоскость на этот угол альфа, сохраняя перпендикуляр с плоскостью взгляда, то и этот угол тоже уберется. Аналогично здесь. Вот этот угол убираем и угол с горизонталью пропадает. Ну так наглядно показал, что они одинаковые. Теперь введем два расстояния. Одно из них R, другое H. Из геометрии синус это у нас отношение противолежащего H к гипотенузе R, а косинус – прилежащего катета L к гипотенузе R. Соответственно, что такое расстояние R. Это расстояние от смотрящего до листа. В моем случае от камеры до листа. Я померил и оно примерно равно 37,5 см. А H приближенно будет разницей между расстоянием от линии горизонта, когда она в центре, и линии горизонта, которую мы изобразили. То есть 14,35 вычесть 8 и получается 6,35 см. Округлим, пусть будет 6,3. И тогда найти L. В данном треугольнике можно по теореме Пифагора. И равна она корень из R квадрат минус H квадрат. Приблизительно 36,9 см. Теперь вычисляем синус. H делим на R. И получаем примерно 0,17. Небольшая ремарка. После того, как я полностью смонтировал видео, я обнаружил одну ошибочку. В том, что угол, который был найден в видео, это угол между линией горизонта и серединой листа. А нам нужен угол между линией горизонта и нижним основанием куба. В соответствии с этим расстояние H – это расстояние от линии горизонта до нижнего основания куба. И равно оно не 6,35, а 13,5 см. Но, чтобы все сохранить, нам нужно, чтобы найденный синус остался таким же, то есть 0,17. В соответствии с этим нужно будет увеличить расстояние R. И оно будет не 37,5 см, а в соответствии с вот такой пропорцией вычисляем х и находим примерно 80 см. То есть этот куб будет выглядеть максимально убедительно с расстояния примерно 80 см. Вот наглядно на рисунке. Мы сохраняем угол и опускаемся на уровень нижнего основания куба. И тогда расстояние до точки наблюдения будет больше. Таким образом, с учетом исправлении в дальнейшем полагать R равным 80 см, а H равен 13,5 см. Но так как угол остался таким же, то синус и косинус численно не изменяются. Таким образом, все дальнейшие построения остаются прежними. Смотрим видео дальше и продолжаем построение куба. И косинус. Это у нас L делить на R и получается примерно 0,98. Теперь легко вычисляем проекцию H'. Умножаем ребро A на косинус и получаем 9,8 см. И теперь с уверенностью намечаем вертикальное ребро по центру размером 9,8 см. С левым ребром поступаем следующим образом. Отмеряем угол 90 градусов и рисуем линию 10 см. Теперь 2 мм вниз это искажения, связанные с углом наклона головы. И внимание! Искажения влево. Связанные они с тем, что плоскость, уходящая в точку схода имеет угол, и этот угол тем больше, чем дальше мы от центра листа. Наглядно возьмем квадратик, и если мы будем его вращать, то точка в правом верхнем углу будет просто опускаться и подниматься. А вот точка в левом верхнем углу будет описывать небольшой эллипс. Вот на фотографии. Меняется угол, и видим как точка смещается не только по вертикали, но и по горизонтали. Численно описать эти искажения у меня не получилось, если кто-то знает как это сделать, буду рад комментарию. А пока просто на глаз отмерим те же 2 мм, например. И проведем левое ребро. Теперь верхние точки ребра соединяем с точки схода. И замыкаем верхним ребром переднюю грань. Теперь если мы хотим повернуть куб, то передняя грань сместится вглубь, примерно вот таким образом. При повороте важно понять, где нижняя левая точка пересечет правое ребро, если мы мысленно повернем переднюю грань вокруг своей оси. Тут-то нам и поможет тот самый угол альфа, который мы уже рассчитали. Если мы повернем грань на угол 90 градусов, то точка в левом нижнем углу как раз окажется на дальней нижней грани куба, когда он стоит лицом к нам. А нижняя грань, она также 10 см, только находящаяся под углом альфа, от перпендикуляра к плоскости взгляда. И тогда проекция равна 10 см на синус альфа, и это примерно 1,7 см. Намечаем эти самые 1,7 см. И слева также соединяем эти две точки линии. И в месте пересечения с линией, сходящейся в точку схода, ставим еще одну точку. Соответственно, поворот передней плоскости описывает окружность, находящуюся под углом альфа к перпендикуляру к нашей плоскости взгляда, он же эллипс. А вот если смотреть строго сверху, то это будет полноценная окружность. А если смотреть под углом, то она окажется в виде эллипса, поэтому на нижней плоскости мы намечаем четвертинку эллипса. И если мы рисуем куб в повороте на 45 градусов, то нам нужно соединить данные две точки. И в точке пересечения данной линии с эллипсом, и будет левая нижняя точка передней, повернутая на 45 градусов грани куба. Вот так проводим нижнее ребро. Теперь сверху делаем аналогично. От левой крайней дальней точки проводим перпендикуляр вверх, только точнее будет до линии, соединяющей верхнюю точку истинного ребра с точки схода. И при этом еще учитываем горизонтальное отклонение, вертикальное уже учтено в этой линии. А горизонтальное добавляем вот так. Соединяем с центральным ребром. И теперь от нижней и дальней точки проводим вверх линию, но при этом не забываем о горизонтальном смещении. Сверху рисуем четвертинку эллипса, и в месте пересечения ставим точку. Соединяем ее с центром и получаем верхнее горизонтальное ребро. Чуть корректируем, и готово. Линии куба можно выделить пожирнее на фоне вспомогательных. Соответственно правую грань делаем по аналогии. Отмеряем 10 см вправо. Ставим точку. Проводим к ней линию от точки схода. От нее под углом 90 градусов вверх отмеряем также 10 см. Вносим вертикальные и горизонтальные искажения в соответствии с углом альфа. Через полученную точку проводим линию в точку схода, соединяем с центральным ребром. Отмеряем 1,7 см от нижнего ребра, соединяем с центром, намечаем четвертинку эллипса. Проводим линию к дальней правой нижней точке. В месте пересечения с эллипсом ставим точку. Можно проверить с левой частью, опустив перпендикуляр к нижней линии и замерев расстояние от центра, оно должно быть одинаковым для обеих сторон, относительно центра. Дальше проводим дальнее ребро вверх с учетом всех искажений и соединяем с центром. Чертим четвертинку эллипса и в месте пересечения с ребром ставим точку. Соединяем две точки и получаем дальнее вертикальное ребро. Итак, три точки верхнего и нижнего основания мы определили. Осталось определить последнюю четвертую. Как же это сделать? Для этого представим, что мы смотрим на куб сверху, тогда это будет такой квадрат. Обведем его, а теперь повернем на 45 градусов. И вот она искомая четвертая точка, если смотреть сверху. Чтобы нарисовать ее на листе нужно умножить вот это расстояние на синус альфа. Расстояние это находится из прямоугольного треугольника, где два катета равны а, а соответственно гипотенуза, она же диагональ, равна корень из 2 на а, либо а корней из 2. В нашем случае, когда а равно 10, то диагональ будет примерно 14,1. Соответственно синус альфа на диагональ будет примерно 2,4. И теперь на рисунке отмеряем 2,4 см. Ставим точку и туда проводим два ребра. Чтобы сверху провести такие действия, представим, что диагональ отложена горизонтально. Влево откладываем 14,1 см. Соединяем с точкой схода. Отмеряем угол 90 градусов и проводим вверх 10 см. Вносим коррективы на горизонтальные и вертикальные искажения. Соединяем с точкой схода. Дальше от четвертой нижней точки проводим горизонталь под углом 90 градусов. В пересечении с вот этой линией ставим точку и от нее под углом 90 градусов проводим вертикаль. Вносим коррективы на искажение и проводим горизонталь к центру. Чтобы сильно не нагромождать, уберем лишние линии сверху. И в точку пересечения горизонтали с центром проводим оставшиеся два ребра. Вот мы и построили куб, повернутый на 45 градусов без референса, используя лишь знания о длине ребра куба и знания о перспективе. Теперь, чтобы это выглядело покрасивее, возьмем черный линер и обведем намеченные линии куба. В основу такой прорисовки лежит принцип по том, что ближние линии жирнее и дальних, и углы выражены ярче. Вот таким образом обводим получившийся куб. Я думаю получилось довольно убедительно и правдоподобно. Интересно то, что мы воспринимаем эту фигуру как куб, но на листе нет ни одного угла в 90 градусов, и нет ни одного ребра длиной 10 см, хотя ребро мы задавали именно такой величины. Вот такие перспективные искажения. Ставь лайк, если видео оказалось полезным. Теперь, что планируется дальше? Эти знания мы будем использовать при рисунке портрета. Я изучил рисунок среднестатистического черепа человека и построил вот такие пропорциональные сетки в фаз и в профиль. Склеил объемную фигуру, стороны которой как раз построены пропорциональные сетки. Знания, изложенные в этом видео, помогут нарисовать такую фигуру, пограннутую на любой угол. И в нее мы уже будем вписывать череп. Получится примерно вот так. От рисунка черепа несложно будет перейти к рисунку полноценного портрета. Если интересно, буду рад подписке и до встречи в следующих видео.